приветствую вас мои дорогие на моем канале вяжем на позитиве не только сегодня я вам покажу еще один красивый узор очень простой узор это японский узор вот так вот он смотрится этот узор я его назвала бантики смотрите какие красивые бантики получаются вот так выглядит его лицевая сторона вот так вот она выглядит вот так выглядит узор с изнанки держится он очень легко легче не бывает для тех кто состоит видите из двух орнаментов из двух узоров не орнаментов и узора это значит узор который вяжется сеточка дырочками и узор который вяжется переплетением вот таким вот кос или жгутиков и вот сочетание жгутиков сеточка получается вот такой вот интересный узор давайте я вам покажу как его вязать вязать его очень легко раппорт этого узора состоит из 8 петель а значит жгутика и 8 петель получается дырочек до сеточки значит 16 петель плюс 2 кромочные 18 петель раппорта но здесь набрала немножечко побольше чтобы было видно рисунок давайте начнем с вами вязать значит первый ряд у нас вяжется набираем значит петли раппорта вяжем снимаем кромочную петлю значит сначала мы провязываем с вами 8 лицевых петель 1 2 3 4 5 6 7 8 8 лицевых петель чик значит одну половину раппорта мы провязали дальше мы вяжем таким образом 2 петли по направлению к про вправо накид 2 петли по направлению вправо накид 2 петли по направлению вправо лицевой петлю и накид 2 петли по направлению вправо лицевой накид у нас с вами должно получиться раз два три четыре вот таких петелечки с двумя две петли провязанных вместе и 1 2 и 3 4 накида значит что мы сделали мы провязали 8 лицевых и 8 петель у нас получилось 2 петли вместе накид 2 петли вместе накид 2 петли это первый ряд рапорта дальше мы с вами вяжем 8 лицевых петель почему я набрала вот такое количество петель чтобы был видно рисуночек но я думаю что вы так значит следующий ряд у нас идет ряд изнаночный изнаночный ряд мы вяжем по рисунку лицевые лицевыми изнаночные изнаночные так как у нас здесь все петли изнаночные значит ряд мы вяжем изнаночными ну давайте я вам покажу провяжу один рядочек а потом вы будете провязывать без меня чтобы не тратить время эфирное все равно до конца никто не смотрит но я так думаю что хочу сказать вот эти вот японские рисунки узоры они очень интересны я уже говорила своих видео вязала уже узор японские и мне они очень нравится тем что они легкие там ничего сложного нет они легкие схемах разобраться может даже начинающий вязальщик и очень оригинально смотрится есть там вообще чистое узоры японские но я думаю что мы их потом если у меня получится то мы потом их разберем так вяжем с вами третий ряд значит вы поняли что изнаночные петли с изнаночной стороны вяжутся одинаково следующий ряд мы вяжем таким образом опять мы провязываем ряд 8 петель лицевыми так 1 2 3 4 5 6 7 8 8 петель мы провязали лицевыми а вот эти следующие петельки мы провязываем таким образом мы с вами провязывали тут ряд 2 петли вместе вправо накид а теперь мы с вами провязываем таким образом делаем накид 2 петли в левую сторону накид 2 петли в левую сторону вместе лицевой накид 2 петли в левую сторону лицевой вот чтобы у нас есть когда вяжешь вот этот узор сеточку да если вязать сеточка вяжется по-разному если мы с вами повязали однообразные и у нас бы сеточка ушла в сторону поэтому мы провязываем один ряд 2 петли вправо а другой ряд 2 петли влево влево но здесь мы делаем накид в первом ряду после а во втором ряду в третьем ряду мы делаем до накид и поэтому у нас рисунок не смещается получается такая оригинальная сеточка дальше мы провязываем 8 лицевых ну вы наверное уже поняли что здесь сложного ничего нет также вяжутся лицевые лицевыми изнаночные или изнаночные сейчас я вам просто покажу как связать вот этот жгутик он тоже вяжется немножечко он вяжется также как и вяжется но немножечко здесь тоже идет смещение петель чтобы орнамент не смотрелся в одну сторону и в итоге получается простой оригинальный узор этот узор можно применить и для вязания кофточек я думаю даже шарку нужно связать она потому что дырочками шарфик можно связать летнюю шапочку можно связать да все что угодно нужно связать главное включить фантазию а фантазию включать мы умеем так я вас с вами провязала изнаночный ряд изнаночный ряд мы с вами провязали это у нас получился с вами четвертый ряд так теперь мы с вами должны наверно провязать еще один ряд давайте провяжем еще один ряд а потом перейдем на жгутик так смотрите опять мы провязываем 8 лицевых 8 лицевых мы провязали и теперь мы вяжем как я вам говорила уже вот видите у нас петелька здесь дырочка у нас здесь значит мы провязываем теперь направление вправо это вот чтобы вам не путаться если у вас получилось в рисунке в узоре дырочка здесь ну мало ли кто-то не считает кто-то забывает значит мы вяжем по направлению вправо две петли накид если она уйдет у вас после значит мы делаем накид обязательно теперь мы делаем 2 петли вместе накиды так могут 8 петель должны провязать 2 петли вместе накид у нас должно получиться 4 дырочки и 4 вот этих петелечки теперь мы провязываем 1 2 3 4 5 6 7 8 вот мы с вами провязали еще один ряд смотрите что у нас получилось видите вот эти дырочки они у нас не сбиваются расположены ровненько так провязываем изнаночный ряд и переходим к жгутиком ну что что рассказать вам узоры вот эти японские они конечно завораживают там очень много знакомых узоров я уже говорил но есть такие необычные узоры которые не знаешь даже куда и применить оригинальные узоры есть и кофточки можно связать все что угодно поэтому если как кто-то заинтересуется пожалуйста даже для общего развития кто не смотрел посмотрите очень много книги по японскому вязанию по китайскому вязание вот китайское вязание еще не смотрела но вот надо будет посмотреть я смотрела но не все но сейчас же все таки люди придумывают очень много так вот смотрите видите что у нас получилось что мы делаем дальше вот у нас идут жгутики направлении право направлении влево вот сейчас мы с вами будем делать жгутики которые вы здесь у меня видите жгутик направлен в эту сторону когда вы будете вязать изделие Вы смотрите ну чередуете значе та а один раппорт у Вас будут жгутики влево один раппорт жгутики вправо один влево 1 вправо потому что если вы будете вязать в одном направлении Но мне wanna ни кажется кофта не будет интереснее смотреться а когда вот эти жгутики расположены в разном направлении видите как оригинально смотрится сейчас мы с вами будем провязывать жгутики по направлению куда давайте влево так вправо мы помоему вот эту провязывали да давайте провяжем нет посмотрите с 4 петли мы снимаем может их снять на в маркер можете нет я например делаю без маркера 4 петли сняли 4 петли мы провязали лицевой потом аккуратненько на опять их на спицу надели и провязали вот таким образом у нас получился вот такой вот жгутик по направлению влево до этого ее провязала здесь по направлению вправо по направлению в правым как мы вяжем сейчас я вам покажу вот на этом жгутике чтобы вы тоже бы имели представление кто не имеет теперь мы сам дальше вяжем вот смотрите здесь у нас получается дырочки от накида нет значит что мы делаем делаем накид и вот эти петельки у нас идут по направлению влево вот ориентируйся даже по жгутику видите влево направления значит вот эти петельки тоже идут по направлению влево для чего это говорю ну чтобы вы не путались лучше вы также ориентируется чем запоминать вот мы провязали их по направлению влево получается вот эти 8 петелек мы должны провязать 2 вместе накид у нас должно получиться четыре накида и 42 петли вместе провязали но давайте я вам покажу как провязать направление жгутика вправо значит что мы делаем мы снимаем все петельки со спицы вы одеваете их на маркер чтобы вам не путаться я одеваю их вот таким образом вот так мы с вами их надеваем вот так мы их потом перемещаем на эту спицу снова вы с маркера вот у нас получился вот такой жгутик и теперь мы его просто провязываем лицевыми получилось у нас 8 вы меня за пальчики простите они у меня в маркере внук идет в школу проверяем ручки занимаемся английским поэтому бабуля вся выпачканная почему-то вот смотрите что у нас получилось я вам показала направление вправо и направление влево все очень просто сложного ничего нет и последний заключительный ряд у нас получается все петли мы провязываем изнаночные все петельки наши изнаночные но я сейчас вам сделаю резюме схемку я давать не буду потому что здесь уж проще простого чудо давайте схемку кто понял сразу тот понял кто нет запоминайте или записывать я сейчас повторю все что мы с вами провязали я еще раз повторю что вязка очень простая здесь получается два узора в одном и жгутики и сеточка эту сеточку можно связать отдельно любое изделие с этой сеточки смотрится красиво эти жгутики тоже можно связать отдельно применяя их там в любых изделиях вот смотрите что у нас получилось смотрите какую красоту мы с вами связали теперь когда вы будете переходить на следующий ряд вы значит должны провязать 8 петель вот этих вы провязываете 2 здесь же мы вязали по дырочкам смотрите да здесь же мы вязали у нас была дырочка и с наклоном в ту сторону а теперь же мы должны провязать еще несколько рядов чтобы у нас получился вот такой орнамент значит мы должны сейчас с вами провязать еще один ряд же мужгутик сделали теперь мы провязываем еще один ряд а а потом мы с вами переходим уже на вязание продолжение вернее вот это чуть если не забалкиваюсь погода что ли влияет извините конечно скажется села вязать и болтает всякую ерунду вот смотрите мы провязали с вами жгутик да вот у нас здесь дырочка значит мы вяжем в эту сторону накид бывает так вроде готовишься готовишься садишься и не хочется несколько дублей делать хотя я же хочу чтобы люди все это поняли это же надо как кино снимать чтобы всем понравилось чтобы все было хорошо я думаю так хорошо вот видите мы с вами жгутики довязали вяжем с вами еще один ряд ориентируйтесь по дырочкам высоту этих жгутиков но большими эти жгутики чтобы получился как бантик их вязать не надо у нас бантик то получается вот такой вот вверх торчащий не горизонтальный а вертикальный мне почему-то показалось что это такие бантики интересные там понимаете узоры все под номерами названия узоров нет может быть они конечно в японских и называют как то эти узоры может просто наши переводчики не переводят но некоторые есть названиями некоторые нет но название не так важно вот мы с вами связали рапорт изделия вот что у нас получилось здесь немножечко это ну вот смотрите какой у нас узор получился оригинальный вот такие вот у нас получились дырочки вот такие жгутики бантики смотрите какая красота теперь вы должны значит шахматка же у нас шахматном порядке перейти на следующий ряд сейчас я вам покажу как а дальше вы уже будете сами значит у нас здесь теперь мы вяжем две петли вместе накид 2 петли вместе накид 2 петли вместе накид 2 петли вместе накид это мы с вами вот эти 8 петель мы с вами теперь превратили в дырочки сеточку а сеточку мы провязываем 8 лицевых вот и весь узор так 1 2 3 4 5 6 7 8 а здесь мы с вами также вяжем две петли вместе накид 2 петли вместе накид 2 петли вместе накид и таким образом продолжаем дальше у нас теперь получается шахматный порядок так делаем резюме рапорт у нас состоит из 8 петель жгутика и 8 петель сеточки получается 16 петель плюс две кромочные это когда вы будете взять кофту вы посчитаете сколько вам там надо да высоту мы вяжем как вяжут жгутик у нас жгутик у нас свяжется как значит если он мы набираем 8 петель значит высоту у нас должно быть 8 если 4 значит 4 но таким образом у нас получается высота но здесь мы вяжем немножечко жгутики получится большие поэтому смотрите сами у нас получается 6 1 2 3 4 5 6 значит что мы делаем дальше лицевыми петлями провязываем жгутик а сеточку мы вяжем шахматном порядке 2 петли вместе накид 2 петли вместе накид а следующий ряд мы делаем накид 2 петли вместе когда мы делаем 2 петли вместе накид у нас направление идет вправо а когда мы делаем накид 2 петли вместе направление идет у нас влево и вот так шахматном порядке мы эту сеточку чередуем чтобы она у нас была ровная вот так вот выглядела чтобы она у нас не смещалась потому что если она у нас будет смещаться эта сеточка да то рисунок у нас естественно будет уходить вот такой рисунок у нас получается а с той стороны у нас идут петли все по рисунку а по рисунку они у нас идут изнаночные вот так выглядит узор это японский узор из японского журнала вот так вот он смотрится смотрите подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии до новых встреч пока пока